Привет, друзья! Сегодня с вами приготовим баклажаны в духовке. Рецепт очень простой, как и все гениальное. Итак, давайте готовить. Баклажаны моем. Если баклажан большой, как у меня, разрезаем его пополам. Плодоножку отрезать не нужно. И теперь каждую половинку разрезаем от плодоножки на слайсы. Вот таким вот образом. Также поступаем со второй половинкой. После того, как разрезали, обильно пересыпаем солью каждый слайс и оставим на столе на 20 минут. Это делается для того, чтобы ушла горечь. Прошло 20 минут. Наши слайсы подсолились. После этого их хорошо промываем проточной водой. И делаем такую замазку. Наливаем растительное масло, чайную ложку паприки. Все это перемешиваем. И смазываем каждый слайс маслом. Полностью, чтобы они были покрыты маслом. Затем я переложила в форму. И вот таким вот образом, подгибая каждый слайс, делаем такой вот, как в виде цветочка. Если боковые будут расходиться у вас, то можно скрепить зубочисткой. Я также на одном сделала. Вот такой вот цветочек у меня получился. Затем я фарш уже готовый сделала. Прокрутила мясо. Добавила соль, перец и лук в блендере прокрутила. И заполняем вот эти дырочки фаршем. Полностью у меня получилось два цветочка. Я заполняю фаршем. Вот так вот оно у меня получилось. Заполнила я все отверстия фаршем. И вот так вот у меня оно получилось. Сверху я добавляю измельченный чеснок. И заливаю помидорной смесью. Три помидора я прокрутила в блендере. Ну и после того, как залила помидорами, смачиваю водой пергаментную бумагу, накрываю и отправляю в духовку на 45-50 минут. Запекались у меня баклажаны 50 минут. И вот такая вот красота у нас получилась. Я выложила баклажаны на тарелку. Их можно подавать со сметаной или с нежирным йогуртом. Или просто так. Сейчас я покажу, какие они получаются в разрезе. Вот просматривается фарш. Вкус божественный. Пробуйте, экспериментируйте. Это просто летняя песня. А я вам, как всегда, желаю приятного аппетита. И всем пока. До скорых встреч.